Здравствуйте! Доброго дня! Вот сегодня решили посетить опять Дилисский центр Джили. Выбираем вот новый автомобиль. Смотрим. Вернее, уже его приобрели. Тут разные есть машины. Сейчас вот есть вот Атласы. Мерседес это не Джили. Есть вот Акованга. Черный такой интересный. Вот. Черный хорошо смотрит Акованга. Но внутри мне не понравился. И спереди он такой очень смешной. И цена у него дороже, чем у Атласа. Вот такая машина. Есть еще белый Акованга. Полностью белого цвета. Ну и наша ласточка. Вот. Джили Тогела. Комплектация Флейшип. Максимальная. Красивая машина. Черный цвет. Хотели изначально Маджара. Но поскольку их ждать надо чуть ли не до следующего года у нас в ВРБ. Мы решили остановиться на Тогеле. Там видно будет. Но уже как бы сейчас смотрю. Впоследствии уже как бы не пожалел. Может оно и не надо. Больше автомобиль. Посмотрим. Покатаемся. Если будут устраивать этот объем. то будем ездить рассказывать вам про новую машинку. Изначально были такие дебаты у нас с супругой по цвету. Да? Валентина Ярославовна. У нас не было дебатов. Я сказала черную. Черную. Ну короче у нас не было дебатов по цвету. Изначально. Решили брать черную. Поэтому. Ну. Я сейчас в итоге не пожалел. Машина красивая. Бораться будет конечно. Ну. Посмотрим. Может быть со временем вот здесь сделаем антихром. Но это подумаем. Посмотрим. Вот. Будем эксплуатировать. А так в принципе машинка прикольная. Есть вот такие вот опции. Под ноги. Взмах открывается с первого раза. И даже я два раза махнул. Оно еще и сразу начало закрываться. Надо было один раз. Короче. Надо еще разбираться с опционалом. Супруга сказала мне расскажет все. Почитает инструкции. Мне расскажут все опции. Поэтому я подожду. Потому что я сегодня посмотрел. С менеджером. Там целый список. Думаю мне это пока не освоить. Вот такие цвета были. Вот такой вот светло-светло-голубой. Не очень нам понравился. Хотя он вроде интересный. Но как нам показалось. Тут тугили не очень подходит. Белая. Вон белая стоит. Белая как бы. Смущает то, что у нее вот эти вот арки черного цвета. Они серые. Серые. Это какие-то непонятные. Ну как бы захотелось, чтобы все было в цвет. И вот такой вот цвет есть. Темно-серый. Но это уже комплектация попроще. По колесам видно. Но цвет такой же. Ну как бы изначально я такой рассматривал. Но в итоге приобрели черный. Он строже. Симпатичнее. Правильно? Так. Ну что. Уже освоили. Немножечко. Доехали до заправки. Как бы здесь функции. Я не знаю. Потом сделаем отдельное видео. В этой мультимедиа. Сидел. Ковырял. Ковырял. Так и не смог подключить телефон. Через их не это приложение. Надо посмотреть. Или у меня что-то телефон. Или там что-то надо настраивать. Я потом. Потому что в Atlas я как-то настраивал. Здесь что-то не понял пока. Очень много всего. Ну. Сразу первое впечатление. Машина идет очень легко. Вот если сравнивать. Допустим. С Atlas. Ну. Большая разница. Ну. В плане управляемости. Рулежки. Вот. Вот. Такая вот более азартная. Но пока еще только вот выехали. Что-то толком не пробовали. Покатаемся. Сделаем более полноценный. Потом тест-драйв. Вот. Допустим. Черный потолок. Очень заценил. Интересно. Вот эта штука прям вообще в космос. Как он здесь открывается. Я уже забыл. А надо включить наверное нам с тобой. Да. Хотя бы питание. Чтоб какое-то у нас было. Вот. Вообще штука классная. Столько света попадает в автомобиль. Вот. Ну. Пока. Впечатления такие очень позитивные. Будем смотреть. Будем катать. Дальше. Ну. Еще ничего не поняли. Ну. Если честно. Вообще ничего не поняли. Супруга вообще говорит. Я вообще разберусь. Говорит. Давай я хоть смогу ездить. Я говорю. Коля. Я хоть ездить смогу. Я думаю. Что здесь ездить. Ну. Как бы. Особо ничего такого сложного нет. Ну. Тут. Да. Там. Адаптивный круиз. Это проекция на лобовой. Я уже построил. Мне очень понравилось. Пока то, что я вижу. С мультимедиа. Вообще. Тут запутался. Там что-то тыкал-тыкал. Пока ничего не натыкал. Тут такое все. Скажем так. Сложно пока для меня. Надо разбираться. Потому что. В Атласе у нас такого всего много не было. И супруга говорит. Надо было ездить на Атласе. Не было печали. Все было нормально. Посмотрим. Не знаю. Ну. Интересно пока все. Но. Если так скажу. Какие-нибудь староверы сядут. Ну. Такая машина больше для. В общем. Я буду. Курс молодого бойца. Машина больше ориентирована. Либо на молодую аудиторию. Либо на людей. Ну. Если даже более старшего возраста. Ну. Там любители всяких гаджетов. И так далее. Кто любит там знаешь. Старый Lexus. И три кнопки нажать. Чтобы все было просто. Но здесь не так. Ну. То есть. Но. Интересно. Руль очень приятный. Наконец-то. Красивый руль. Супруг опять скажет. Как кастрюля. Как в Kia. Но мне напоминает руль. Как у нас был. Ну. И есть. В Kia Sport. Это что-то чуть по-другому. Там баранка сделана. Но сам руль. Он такой. Сидень. Да. Покажи его. Он видишь. В Atlas он был такой вперед. А здесь он так углубленный. Я когда рулишь. Не задеваешь вот эти кнопки. Ну. Как бы. Приятный материал. Обшит. Сиденье с перфорацией. Я как-то испугался. Выключили. Заглушили машину. Сиденье поехало. А. Сначала я же не знал этих всех наворотов. Я подъезжаю. Глушу машину. Я вжжу. Начинаю куда-то ехать. Я думаю. Куда я уезжаю. Тут надо настраивать. Настраена функция. Чтоб сиденье отъезжало. Я так понимаю. Я пришел уже когда с заправки. Открыл дверь. Открыл дверь. Сиденье опять отъезжает. Нет. Нет. Ты открываешь дверь. Оно тоже едет. Назад. Чтобы было удобно. Оно не по каком режиме. Но оно отъезжает. Назад едет. Чтобы было удобно садиться. Садиться когда. И выходить. И выходить. Нет. Понятно. Я как бы вышел. Сажусь в машину. Оно не едет обратно. Думаю. Что за фигня. А тут надо дверь полностью закрыть. Вот пока ты на открытой двери. Дверь не была закрыта. Дверь закрываешь полностью. Только после этого начинай сиденье подъезжать. Это память. Еще надо отрегулировать. Все функции. Это будем смотреть уже по ходу с супругой. Потому что как бы тут надо смотреть уже эксклюзивно под каждого водителя. Тут два положения есть. Ну пока первые впечатления такие позитивные. У тебя как впечатления от покупки? Пока никак. Чего никак? Да я волнуюсь. Не знаю как я могу тут справляться. Супруга сказала не открывать. Не снимать никаких этих пленочек. Ну сейчас. Ничего не отрывать. Ездить все снимем для пенсии. Такой пенсии. Будем пока так катать. Багажник электро прикольный. Но у меня как бы не было раньше машин таких. На годзинах ваш открывается. Я больше волнуюсь как я это все освою. Ну много чего интересного. Но машина едет очень приятно. Едет очень приятно. Мне понравилось. Сидение регулируется не только вниз вверх, вперед-назад. И вот спинка как в атласе. А можно еще поддуть его вот так вот. То есть ты можешь вниз опустить вверх, а можешь еще вот так вот развернуть. Вот я сел, у меня ноги стало лучше держать. Вот так вот подвернуть. То есть очень удобно можно настроить. То же самое поясничный упор. Можешь просто его выдвигать электрички. Можешь его выше сделать ниже. Ну то есть у сесса сможет каждый с любой спиной, под любое телосложение. Я думаю человек сядет. Единственное что, я уже раньше говорил, не очень большая здесь площадка для ноги. Но я быстро привык. В атласе тоже на ней очень большая относится. На вкея, в которой нога отдыхает. Педали близковато. Но я думал буду цеплять. На 46-й не цепляю. Ну допустим у меня вкея немножко подальше. Киа спортаешь. Здесь ближе. Вот коврики еще не покупали пока. Из допов взяли только антикор. Ну потому что как бы он там был относительно недорогой. Ну и думаю надо машину занять антикорить. Как бы хотели еще взять степленочки всякие, которые наклеиваются. А что мы не сняли сзади этот пакет? Какой пакет? Вот. Да бог с ним, я сел с пакетом. Еду с пакетом. Я уже такое увидела. Ну еду с пакетом. Я-то думаю, что там не надо раздеться будет сейчас. Очень жарко стало. Вот поэтому будем эксплуатировать. Будем с вами делиться впечатлениями. Пока машинка понравилась. Акустика Бозе. Не знаю. И пока я ее не понял. Мы включили. Я не понял, что может музыки такой не слушали. Супер. Потом послушаем. Мы еще толком ничего включить не умеем. Поэтому я включил какую-то музыку по радио. И что-то показалось вроде плюс-минус, как у меня в Киеве. У меня в Киеве не Бозе. В Атласе, конечно, да, звук хуже. Но, допустим, пока не понял эту акустику. Потом скажу, крутая, не крутая. Или просто это такая вот логотип. Ну, может, она стандартная. Я вот после со спортержем сравню вам это расскажу. Лепестки прикольные эти. Но я не знаю, вряд этим будем пользоваться. Лучше бы вместо них дали что-нибудь другое. Допустим, там слепые зоны тут есть, как бы, в этой комплектации. А вот фары на наш рынок никакие не дали. Ну, то есть, которые идут линзованные. То есть, у нас рефлекторного типа. Да, он переключает с ближнего на дальний. Но есть на китайский рынок более технологичные фары. Как там, умалет. Не помню, как она называется. Но их не дали вообще никому. То есть, вот это вот могли забрать. Эти лепестки, там, что-нибудь по мелочи. Проекция прикольная штука. Вообще, первое впечатление, когда садишься в машину. Выходили с салона, встретили мужчину. А у него был Lexus, Mercedes. И сейчас вот одна Тугела была. Он ее продал. Хотел взять Маджара. А потом узнал, что на Маджара очередь. Первая Маджара чуть ли не год ждать. И он пошел опять записался на Тугела. И тоже нужно ждать, потому что у нас сейчас в свободном доступе нет. Человек продал Тугелу, ждал Маджара. Пришел заказывать. А ему сказали, Маджара, до свидания. Ну, может, все на Москву уехали, на Россию, я не знаю, куда. Нету. И будет неизвестно, когда. И там запись в очередь. Он говорит, возьму-ка я обратно Тугелу, мужик. Ну, там пообщались с ним. У него такая, как у нас была, только до Ресла. Он рассказывал, мог очень интересно. Ну, сказал, не обломался. После Мерса у него там... Нет, он с Лексуса на него пересел. С Лексуса у него был Мерс. С Лексуса у него был Мерс. Да, но он говорит, у него были там разные машины, как бы, да. Там бизнес какой-то свой в Минске здесь. Ну, там человек там что-то держит, держит. Мы там не увлекались в это, да, взрослый мужчина. Но сказал Тугела просто, он говорит ему. По динамике он ничего, ну, как бы, после этих премиальных марок не почувствовал это. Ну, внутри, говорит, студенческая шумоизоляция, да, отличается. Ну, на его вкусно. Хотя я сел, по мне кажется, тихо. Ну, потому что я не ездил на Лексусе. Ну, у меня не было Лексуса. Ну, вот, человек сказал, шумоизоляция только если. Ну, мы ехали, я не почувствовал себя, как в тазике. Вот у нас когда-то было Реонос ТВ, да, такое ощущение, что на улице стоишь. Ну, да, хотя там тоже было что-то, какая-то шумка. Ну, по сравнению, конечно, уже потом Кия в этих получше. Здесь тоже, как бы, шумка нормальная. Ну, не знаем, надо кататься. Единственное, что вот не сильно понравовало, россыпь заглушек максимальной комплектации. Вот здесь вот. Но это, как мне сказали, эти все опции переехали на экран на Сенсорату. 360 камера и все остальное. Поэтому как-то так. Будем смотреть, будем смотреть, исходя уже из, ну, вот, 360 вот камеры, да? Не знаю, видно, она не видно, она же свет. Разрешение. Ну, то есть, мне нравится. Вот ее можно выключить, а потом отключить с руля. С руля. С руля не очень. Ну, вот здесь вот звездочка, она запрограммированная. Я вот так понял. Это камера, чтобы быстрое включение. Вот раз, и ты включаешь вот эту звездочку. Ну, мне понравилось. Здесь, как бы, какие-то функции есть. Это что? Это предупредитель, предупреждений нет. Ну, тут надо разбираться. Я пока, если честно, адаптивным даже не пользовались, пока только выехали. Никаких этих функций мы пока не... Вот это вот, наверное, для ключа я так понял. Ну, тактильно приятно. Мы еще вообще ничего не поняли. Честно? Вообще такая покупка была относительно спонтанная. Относительно. То есть, как-то... Она не относительная, она вообще спонтанная. Ездили, ездили на Атласе, потом решили поменять. Не с того не все. Понравилась в Маджаро. В итоге ездим на Атугеле. Потому что Амаджаро ждать, а Атлас уже продали. А Амаджаро ждать год. Ну, будем... Ну, я как бы не огорчился. Атугел у нас еще не было. Места мне здесь достаточно. Панорама красивая, черный потолок. Хорошая комплектация. Будем ездить смотреть. Поэтому всем удачи. А мы тоже будем сейчас прерываться. Пойдем все упругом возьмем, может, кофейку перед рукой. И поедем уже домой. Пойдем домой. Всем пока. Всем пока.